Любимой площадкой наркодилеров давно стал интернет. Сегодня в Самаре рассматриваются около двух десятков уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. В самом крупном из них 23 фигуранта, 13 эпизодов. По версии следствия, за время существования ОПГ через интернет-магазин сбытчики продали около 30 килограммов наркотиков. Сейчас предполагаемых виновников судят. Согласно данным полицейских, наркопреступность молодеет. И сегодня тем, кто продает наркотики, как правило, не больше 25 лет. Пока одни пытаются продать или купить опасные вещества, другие встают на борьбу с наркопреступностью. Затем, чтобы товар не дошел до потребителя, следят и добровольные народные дружины. Они выявляют размещенную на фасадах домов рекламу наркотиков, участвуют в задержании тех, кто делает закладки. Ведется мониторинг сети интернет на предмет подобного контента. В обязательном порядке еще выявляются места произрастания дикорастущей конопли и запрещенных растений. В данный момент тоже выявляются. Каждый месяц составляются отчеты и отправляются в соответствующие органы. В городе большое внимание уделяется и профилактике наркозависимости. В школах проводят тематические уроки марафона здорового образа жизни. Важная задача – работать с семьями, чтобы о вреде алкоголя, табака и наркотиков дети узнавали не только от школьных учителей, но и от родителей. На контроле и информационная безопасность. Порой несовершеннолетние становятся жертвами не только наркодилеров. Организована работа по изучению связи несовершеннолетних с интернет-сообществами, пропагандирующих суициды, криминальную субкультуру, а также противоправные и экстремистские действия. На 26 сентября 2017 года нами выявлено три подростка. Мы знаем образовательные учреждения. С ними и их родителями проведены профилактические беседы. Поведение данных учащихся взято на контроль. Наркотики в Самару пытаются провести и из-за рубежа. С начала года таможня предотвратила свыше 40 случаев ввоза опасных веществ в регион.